Эффектное зрелище чем примечательна предстоящая Суперлуния. 18 февраля 2019 года, 23.36 Анастасия Ксенофонтова в ночь на 19 февраля жители России смогут увидеть Суперлуния. Луна приблизится на минимальное в 2019 году расстояние к Земле, сообщили в пресс-службе Московского планетария. При этом грядущая Суперлуня станет последним в этом году, отмечают астрономы. Необычное небесное явление можно будет наблюдать две ночи подряд. Суперлуния – это момент, когда полная Луна находится максимально близко к перегею, ближайшая к Земле точка орбиты спутника. При этом создается впечатление, что Луна светит ярче на 30%, а ее диаметр больше на 14%. Главная Суперлуния 2019 года произойдет 19 февраля, потому что в этот день Луна окажется на минимальном расстоянии от Земли в 2019 году. 19 февраля в 12.7 МСК Луна подойдет к Земле на 356 761 километр, а в 18.54 МСК произойдет полнолуние. Разница между перегеем и полнолунием составит чуть больше 6 часов, говорится в сообщении. Полная Луна появится после 16 часов и к полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. Вплоть до восхода Солнца спутник будет сиять в созвездии Льва. Примечательно, что в этот раз Суперлуния можно будет наблюдать две ночи подряд, с 18 на 19 и с 19 на 20 февраля. На страницу галереи любоваться небесным явлением россияне смогут при отсутствии облачности. Если позволит погода, это смогут увидеть не только москвичи. Для наблюдения за Суперлунием нужно только чистое небо, пояснил в беседе С.А.Т., заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии Иран Дмитрий Виби. Как сообщается на портале Метеоновости, в Москве ясно и в меру морозной ночью можно будет насладиться эффектным зрелищем. При этом эксперты советуют наблюдать Суперлуния не в пустынной местности, а выбрав такую локацию, где новые размеры спутника можно было бы соотнести с масштабом привычных глазу домов или деревьев. Дело в том, что без такого сравнения разницу между Суперлунием и обычным полнолунием мы уловить довольно сложно. Напомним, что в 2019 году Суперлуния регистрируется всего два раза. Первое явление уже прошло 21 января и совпало с полным затмением спутника. Тогда ночное светило приблизилось к Земле на 357 344 000 км.